Добрый день, уважаемые коллеги! Надеюсь, меня хорошо слышно и видно. Пожалуйста, напишите в чате. А, все, я вижу, что все хорошо и видно и слышно. Итак, тема у нас сегодня довольно-таки интересная. Это информационно-коммуникационные технологии вообще, а плюс в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, сейчас мы рассмотрим, что же это такое и как с этим обращаться. Значит, ну что ж, желаю нам с вами плодотворной работы. Вы можете в чате задавать вопросы, я буду следить, отвечать, если они у вас возникнут. Да, уважаемые коллеги? Итак, виды информационно-коммуникативных технологий. Они все время обновляются. На данный момент я вот привела вот эти четыре разряда, но, скорее всего, в ближайшее время их может увеличиться, потому что технологии развиваются. Это электронные учебники. То есть те учебники, которые книги у нас есть, на некоторых, некоторые издательства их производят еще и в электронном виде. Электронные учебники чем удобно? Когда есть там какая-то страница с носка, вы наводите на нее мышку и потом открывается разъяснение. То есть не надо искать словарей далеко, где, как листать, далеко найти словарь. Сразу перевод объяснения этого слова выходит или тема, связанная с этой информацией. Электронные учебники для различных категорий детей с ОВЗ. То есть есть обычные учебники для всех детей и есть для детей с ОВЗ. Например, если это слабовидящие дети, то здесь уже шрифт намного больше. Если это дети с проблемами интеллектуального развития, тогда там тоже они более упрощены, подготовлены. Дальше это слайды, обычные слайды, которые вы сейчас видите на экране, которые вы можете сами сделать. И как вот Павел Юрьевич анонсировал, скоро начнется курс, где вас научат эти слайды, презентации делать более красивыми, информативными, интересными. Это ментальные карты. Мы увидим в дальнейшем учебные фильмы. И даже не просто учебные фильмы, а обычные фильмы, документальные фильмы. Например, если хотим показать природу, что может быть лучше какого-нибудь фильма из «В мире животных», Николая Дроздова или «National Geographic», чтобы показать, где в мире что творится. Потому что как бы мы ни рассказывали, как бы мы ни показывали картинки в книге, увидеть фильм ребёнку – это намного интереснее. И они видят все повадки, и это запоминается. Почему? Потому что включается сразу несколько наших умственных мозговых конструкций. То есть это и визуальные, и аудиальные, и иногда может и включиться у детей фантазия очень большая. Если они об этом ещё запишутся, то кинестетическая часть мозга тоже включится, что позволит лучше запоминать. И электронные ресурсы для домашнего обучения. Дело в том, что сейчас довольно широкое распространение получило домашнее образование. И для домашнего образования созданы множество сайтов. Достаточно в Ютубе забить «Домашнее образование», и вы увидите сайты очень интересные, с готовыми уроками по всем предметам школьного образования. И тоже очень интересный материал, который вы можете взять. И я тоже, когда преподавала, открывала и смотрела эти уроки. И знаете, казалось бы, такие же коллеги, как я, но они находили какие-то другие слова. И это заставляло меня по-другому смотреть на ту же информацию. Потому что тот же самый урок, ту же информацию можно преподать с разных углов зрения, с разных точек зрения. Приводить разные примеры, и это всегда помогает лучше рассказать, донести до детей информацию. Поскольку сегодня у нас программа посвящена детям с ограниченными возможностями здоровья, то давайте посмотрим вообще, какие виды ОВЗ есть. Здесь представлены слабослышащие и глухие. Кстати, это две абсолютно разные, казалось бы, схожие, но разные категории. Глухие вообще не слышат, слабослышащие слышат, но могут слушать через аппараты. То есть для них всё-таки доступна устная речь. Для глухих это абсолютно недоступно. Плоховидящие и слепые – это тоже разные категории. Если для плоховидящих есть специальные учебники, я покажу их разницу с обычными учебниками, то слепым нужно только учебники, где по шрифту Брайля, то есть по точечкам можно читать, или информация в основном преподносится через аудиальный канал. Учащиеся с интеллектуальными нарушениями, дети с задержкой психического развития, следующий вид – это расстройство аутического спектра, то есть здесь сложности в основном с коммуникативными, с коммуникацией. Эти дети очень сильно могут увлечься чем-то и не замечать вообще никого и ничто вокруг. Они могут преуспевать в каком-то одном направлении, и поэтому в данном случае, если смотреть мировую практику, то с такими детьми не пытаются вообще, с детьми с ограниченными видами здоровья, с ограничением, что делают? Не пытаются их обучить всему понемногу, а находят то, что у них хорошо получается, и делают акцент именно на это. Тогда у детей больше мотивации, им более интересно это то, что им интересно, и то, что они могут вам хорошо преподнести. Также могут оказаться дети, которые в данное время проходят лечение в оздоровительных учреждениях. Это может быть и воспаление лёгких, и обычное ОРЗ. Ребёнок не пришёл в школу, он лежит в больнице, он лежит дома, отрывается от учебного процесса и не может участвовать на уроке. Скоро у нас зима, и часто у нас бывают эпидемии. Но у нас программа есть, она рассчитана на определённое количество недель в году, и надо успеть всю программу преподать детям. Как же делать? И здесь тоже информационно-коммуникативные технологии нам помогают. Следующее – это дети с двигательными нарушениями, с проблемой опорно-двигательного аппарата, и дети с речевыми нарушениями. Дети, которые… Это дислексия, параллельная дисграфия, какие-то речевые особенности. Вот такие статистические данные, они данные прошлого года, очень интересные. То, что в образовательных учреждениях России 482 235 детей с ОВЗ. Из них, вот зелёное, в инклюзии, в зелёном графе – это образовательные учреждения, адаптированные, специальные образовательные учреждения по этим направлениям. Красные – это коррекционные классы, и жёлтые – инклюзивные классы. Когда инклюзивные, то есть обычные классы, в которых входят и здоровые, и больные дети. Так, Мария Александровна, у вас нет звука. Пожалуйста, попробуйте обновить страницу, возможно, у вас звук восстановится, потому что, насколько я вижу, остальным всё видно и слышно. Так, вот пример книги для общеобразовательной школы, организации и для детей с нарушениями зрения. Посмотрите, здесь более, картинка большая, больше на всю страницу, а не на часть. Дальше смешанный лес, не нарисованный, а отдельные детали, которые выделяются на фоне и не расплываются в глазах ребёнка. Дальше текст более широкий, шерифт чуть больше, и он растянут. Это вот чем отличаются отдельные учебники, о которых мы говорили. Но интересны ещё следующие статистические данные. В первом классе к письму не готовы 45% детей, не готовы к чтению более 36%. Во втором классе нарушений письма и чтения уменьшаются от 10% до 30%, то есть не могут хорошо читать и писать. Переход в пятый класс связан с тем, что 56% – это больше половины – не понимают, что они читают. Смотрите, с одной стороны, в младших классах мы уже идём на скорость. У нас есть определённые нормативы, насколько быстро дети должны читать. Но факты показывают, что 56% детей не понимают. В пятом-седьмом классе низкий уровень читательской компетенции. То есть они именно мало понимают, мало читают, и общие результаты слабенькие. И в результате, конечно, будут низкие оценки ОГЭ и ЕГЭ уже выпускных классов. С чем это связано? С чем это связано? Надо работать с этим и посмотрим, каким же образом коммуникативные технологии нам могут помочь. Во-первых, надо сказать, что учебники для детей с ОВЗ имеют особую маркировку. Вот жёлтые с увеличительным стеклом – это для слабовидящих. ФГО с ОВЗ – это обязательный знак. И инклюзии. Вот цветочек такого сине-зелёного цвета. Инклюзия, то есть для общего класса, в который приходят дети и те, и другие, чтобы дети могли подстроиться под общую программу. Презентация. Так, презентация будет вам доступна. Сбоку, если видно кнопочку, вы можете скачать. Если нет, то в конце Павел Юрьевич объяснит и расскажет вам, как скачать презентацию. Она доступна. Итак, в 8 декабря 2014 года был издан приказ, в котором говорится, что электронная форма учебников – это электронные издания, соответствующие по структуре и содержанию художественному оформлению печатной форме учебника, содержащей мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие дополняющее содержание учебника. То есть содержание учебника при этом не становится меньше. Оно то же самое. Художественное оформление – то же самое, но чуть-чуть более обогащенное и позволяет быстрее находить ссылки, дополнения, мультимедийные элементы. Вот как раз если там есть какое-то животное, то нажав на кнопку, можно открыть и увидеть, как рычит это животное, как оно двигается, как прыгает. Преимущества информационно-коммуникативных технологий и КТ – это и есть сокращение. Во-первых, это мотивация. Сейчас дети, поскольку все время они общаются со смартфонами, планшетами, то для них важно все время вот смотреть, видеть более красочные красочные элементы. Что еще интересного? Играя в компьютерные игры, картинки очень быстро меняются. Если мы посмотрим фильмы 60-х, 70-х годов и современные фильмы, то мы увидим, насколько сильно увеличилась динамика. Если раньше люди медленнее говорили, спокойнее действовали, то теперь все действия в кинофильмах, я не говорю о сериалах, которые растянуты, а именно в кинофильмах полнометражных, идут намного быстрее. Почему наше сознание ускорилось? Картинка должна быстро меняться. И в компьютерных играх у детей тоже быстро меняется. И в обычной жизни ему может показаться в школе, особенно в начальных классах, он в компьютере играл, на планшете играл, пришел в школу, а тут все медленно, медленно, медленно. А мы замедляемся, чтобы позволить всем детям понять материал, который мы говорим. И поэтому включение информационных технологий показывает, что мы современные, мы не отсталые, мы не прошлый век, как говорит мой племянник, семилетний. Если что-то там для него, ну, десятилетней давности, это прошлый век. Вот такое у них понимание. Наглядность информационной технологии позволяет более наглядно показать некоторые вещи. Например, классные условия не позволят показать сложнейшие химические реакции, физические явления. однако в виде фильмов это все возможно показать. Можно показать, например, живой вулкан. Как ребенка увидеть живой вулкан? А в кино можно увидеть, как происходят различные явления. Это можно показать как раз информационными технологиями. Индивидуальный подход тоже здесь возможен. Как это можно сделать, я расскажу чуть позже на примере Академии Кхана. И доступность. Она доступна всем, доступна даже в то время, как я сказала, ребенок лежит в больнице, он может взять планшет и увидеть урок и не пропустить его. То есть здесь в любое время, в любом месте территории не имеет значения ограничений. Даже если карантин, ребенок в карантине, там 40 дней краснуха или не знаю какая болезнь, лежит дома, то он не отрывается от учебного процесса. Он может следить и учить. И все это благодаря информационно-коммуникативным технологиям. Так, какие же у нас есть средства ЭКТ? Это обучающие материалы. Тренажеры. Смотрите, обучающие материалы – то, что обучают, дают новую информацию. А на тренажерах можно потренироваться, решать примеры, говорить английские, иностранные слова, тестировать дикцию. Дальше. Информационно-поисковые, справочные. Вот это самое важное, потому что в жизни сейчас настолько много информации, что все запоминать нет смысла. Главная задача человека в нашем веке – быстро найти недостающую, нужную информацию. Их скомпоновать и на основе этой информации вывести свое третье решение. Поэтому научить детей информационный поиск информации – очень важная вещь. Демонстрационные, можем показывать, имитационные, лабораторные, моделирующие, расчетные и учебно-игровые. Академия Кхан. Что же это такое? Значит, Кхан – это преподаватель одного из вузов Америки. Как-то к нему обратилась родственница, ученица школы. Сложности были с изучением по решению какого-то примера по математике. Он на графическом планшете написал с разъяснением и записал, и разместил в Ютубе. Увидела девушка, решила, повторила, выучила. Так, два-три урока. И поскольку это было в свободном доступе, очень много людей увидели. Увидели, им понравилось в дальнейшем. Сам он из Индии родом, но учился и работал в Соединенных Штатах. Вот, Багладешского происхождения. Павел Юрьевич, спасибо. Что он сделал? Он создал академию, и главный принцип этой академии в том, что он доступен всем в мире абсолютно бесплатно. Таким образом, он хотел послужить своей родине, чтобы любой человек, вне зависимости от финансового достатка, мог обучаться. Но самое интересное в том, что несколько американских школ решили взять эту методику и опробировать его в школе. И классные задания, домашние задания вдруг поменялись местами. Что получилось? Детям на уроке учитель не объяснял урок. Абсолютно. Натам задавалось просмотреть видеоматериал 10-15 минут. Ребёнок дома просматривает, а в классе они решают задачи. В классе только практические занятия. И причём они делают на планшетах. И все планшеты связаны, имеют связь с планшетом учителя. Учитель следит. Как только где-то ученик застревает, у него светится красным цветом. И он видит, ага, на этом процессе ученик застрял, не может идти дальше. Он подходит к ученику и разъясняет. Дальше смотрит. Всё пошло нормально. Он пошёл к следующему. И получается таким образом индивидуальный подход. Вот в этом плане академия и результаты были очень хорошие. И академик Хана, этот сайт позволяет найти очень обширную информацию. Это и география, и физика, и даже для высших учебных, образовательных учреждений. Там есть история, историю искусства, вообще математика, про математику очень много. Да, это не соответствует нашей учебной программе, то есть по главам вы не найдёте, но вы пишете название и вы находите по этому названию. Можно детям предлагать посмотреть эти видео уроки, конкретно ссылки дать. А можно сделать это по-другому, хотя бы самому посмотреть и увидеть, как по-другому можно объяснить тот же материал. И не только у Хана посмотреть, а на различных сайтах. Потому что это очень, на самом деле, полезно. Есть русские сервисы, российские сервисы для домашнего обучения. К примеру, я тут привела несколько. Смотрите. Так, это Я-класс, цифровой образовательный ресурс для школ. Видим, вход есть для учителей, для школьников, для родителей. И тут с 1 по 10 класс можно по всем предметам обучаться, посмотреть материалы, выполнять задания, пройти тестовые ЕГЭ. То есть тренажёры, учебные материалы здесь в полной мере представлены. Следующий, ГЕТА-класс, это наука должна быть весёлая, увлекательная, простая. Основатель Пётр Капицы, то есть это слова Пётра Капицы, а основатель другие. И учителям, и ученикам. Здесь надо зарегистрироваться. Видим, наверху до курсы есть, можно нажать, выбрать, какие курсы, тренажёры, интернет-магазин и так далее. Здесь, конечно же, надо регистрироваться, возможно, оплата. Но даже это уже хорошо. И смотрим, что здесь есть. На этих сайтах есть бесплатная часть для ознакомления. Экономит время учителей, не нужно искать задачники, выбирать задачи на каждый урок. Просто копировать, раздавать, собирать, проверять. Так, есть видеокурсы по физике и математике, возможность проверить знания по ГИА и ЕГЭ, провести конспект каждой теме. То есть, если мы видим, полноценная школьная программа на этих порталах. Учи.ру, интерактивная образовательная онлайн-платформа. Вот они пишут, что у них уже 3 миллиона 100 тысяч учеников, 200 тысяч учителей пользуются этой площадкой, онлайн-платформой. И вот 28 тысяч школ. Мы видим, что информационные технологии уже входят в школы. Школы активно занимаются ими, и это помогает детям развиваться. Интернет-урок тоже. Полные средние образования с 1 по 11 класс дистанционно. В виде уроки школьной программы. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чате, вы пользуетесь каким-нибудь вот таким интернет-сайтом, интернет-ресурсом в своей школьной программе. Хотя вот все эти программы и представлены как бы для здоровых детей, но даже если у них проблемные моменты есть, то они всегда могут здесь тоже найти. Потому что если ребенок плохо видит, он на компьютере может настроить больше картинку. Плохо слышит, надеюсь, наушники. Он может замедлить, он может остановить. Ему непонятно, он по-другому видит. Можно ускорить, можно многократно посмотреть и осознать. Потому что есть дети, которые быстро схватывают информацию, есть, которые медленны. Вот Леточка Лученко Анна Алексеевна пользуются сайтом учи.ру. И как вам помогает это? Вам удобно на ней работать? Кроме общешкольных заходило только для ознакомления, применение в школе затруднено. Ага, смотрите. Да, когда мы заходим, надо, конечно, заходить, посмотреть. И я здесь привела небольшое количество. Вообще-то их намного больше. Сайты, которые помогают в изучении английского языка. Тут предметные. То есть, если те сайты, которые я представляла, они были общие, развернутые. Кстати, есть специальные сайты для дошколят, для младшей школы. Есть, которые уже выбирают в себя всю школьную программу. А вот здесь представлены именно предметные. Например, сайт Литра – это биографии писателей, краткие содержания книг и критические статьи. Дальше программы по математике, решебник по математике, задачники, литература, работы по физике, химии. Причём, если мы посмотрим, то здесь есть проект кафедры ядерной физики физического факультета МГУ. Когда предмет, обычную тему рассказывает профессор, из университета имени Ломоносова, то это совершенно другое качество, это другой интерес и другие возможности. И скажем, что все эти сайты обладают большими возможностями. Анна Алексеевна говорит, что очень удобно пользоваться сайтом, когда работают такими порталами. Вот следующий интернет-ресурс YouTube. Я сейчас попробую включить вам экран и показать, как это можно сделать на YouTube. Давайте не этот сайт, а вот эту страницу смотрим. Например, здесь приведена математика. Я, например, запрос даю математика. Так, ещё не открылся экран. Так, всё отлично. Итак, например, я открыла YouTube, включаю математика. И в меню у меня выходит, там, скажем, пятый класс. Я даже могу назвать какого-нибудь учебника. Вот, математика, пятый класс. Мы можем смотреть. Это конкретно преподаватель, а есть целые порталы с объёмными видеоуроками. Ага, вот. И человек рассказывает, как решать информацию, решать задачу. Так, я сейчас сделаю одну хитрость. Я выключу звук, что он нам не мешал, и покажу вам интересные штучки. Видите, шестерёнка у нас открывается, субтитры. Мы можем включить субтитры. И пока этот человек говорит, внизу пишется весь текст. Смотрите. Эти субтитры можно регулировать и увеличивать. Для чего это хорошо? Если у ребёнка плохо со слухом, то мы можем... Вот параметры нажимаем и увеличим размер шрифта. 100%, 150%, чтобы были большие субтитры. Так, это у меня реклама. Я сейчас рекламу уберу. И вот пришёл урок. Учитель объясняет, и во время объяснения у нас появятся субтитры. Вот мы видим, и субтитры появились. То есть надо нажать на это окошко, и субтитры показываем. Дальше. Нажимая на эту шестерёнку, мы можем скорость воспроизведения замедлить. Если у нас одна целая, обычная. Ноль целых – это уже медленнее. Одна двадцать пятая – быстрее. То есть мы замедлили. И что мы слышим? Ну, это я слишком замедлила, и получилась такая история. Мне очень понравился сайт, связанный с литературой. Ну, пусть будет пятый класс. Сейчас посмотрим, что у нас. Инфоурок, вот видеоуроки по литературе. Кажется, я здесь... Вот. Бытовые сказки. Сейчас я, поскольку поменяла темп, верну обратно. Скорость воспроизведения, чтобы было обычное. Итак. К примеру, у нас открылась тема «Бытовые уроки». Ой, «Бытовые сказки». Смотрите. Пока титров нет. Мы нажимаем вот сюда, субтитры. И субтитры открылись. И вот такая интересная у нас история с сайтом YouTube. Вернемся сюда, опять же. Так. И посмотрим следующий слайд. У нас есть такая интересная платформа «Инициатива Яндекса». Это образовательная платформа на основе яндекс.ру. С помощью современных технологий и методик образования каждый человек может получить новые знания. Яндекс этот проект только начал. По всем предметам у него пока нет всего, что надо. Но он очень активно работает. Во всяком случае, русский язык, математика и музыка здесь есть. Есть специальные программы Яндекса, которые школа закупает и у себя в школе делает. А есть другие, которые может учебник прямо пользоваться. Да взять просто телефон, сказать «Алиса» и задать вопрос Алисе. И Алиса вам найдет ту информацию, которую вам надо совершенно быстро. «Я учитель» – это проект поддержки учителей, дающий возможность педагогам познакомиться с современными цифровыми инструментами. Дальше. Учебники, репетитор, сервис для подготовки с его помощью школьники из разных уголков страны могут самостоятельно готовиться к экзаменам и проверять свои знания. И обещают, что к концу 2022 года уже 5 миллионов детей будут изучать 10 школьных предметов по Яндекс.учебнику. И тут рассказывают, насколько активно это работает, и есть Яндекс.Вузы и так далее. Мы видим, что это платформа, которая развивается, которая делает и может в скором времени преподать нам новые интересные, так скажем, предложения. Школа анализа данных. Но это уже более сложные касательные интернета, Яндекс.Вузы, уже Вузы включаются. И поскольку в компьютере есть разные возможности и замедления, как мы видели в Ютубе, и можно остановить, можно увеличить шрифт. Вот здесь нажимаем, и масштаб можно увеличить, можно уменьшить, то мы позволяем детям совершенно по-разному, используя разные коммуникативные возможности, обучаться. Так, впервые узнала, отлично. Так, к сожалению, сначала... Так, посмотрим, что у нас в чате пишут. Так, ну что ж, пока вопросов нет, идем дальше. Для самостоятельной разработки уроков. Это то, что в интернете есть в свободном доступе, можно пользоваться. На самом деле, Майкрософт дает нам огромные возможности. Это и PowerPoint, вот этот слайд, который вы видите, он сделан на основе обычного майкрософтовского PowerPoint. И там есть возможность украшать слайды. Следующий обычный офис, Word, в Word документов мы можем вставить и картинки, и тексты прорабатывать. Есть еще такой сервис Slideshow Creator, который помогает делать видео, то есть выставляете картинки и текст. Например, есть интересный текст, вы сами можете наговорить и поставить. Но самое интересное вот в чем. Когда я детям в музыкальной школе по музлитературе ставила фильмы из YouTube про биографию различных композиторов, ну, я ставила небольшие, от 5 до 10 минут, чтобы не долго было, дети часто просили самой мне рассказать. Интересно, что при таком, при том, что очень много информации, интернет-информации, оказывается, детям нужно простое человеческое общение. Им хочется просто общаться, им хочется слышать голос учителя. Вот это очень интересное такое было замечание. То есть вот эти информационные материалы, они частично вставляются в урок, но они не должны заменять учителя. И в какой части его можно ставить? Если мы ставим образовательные информационные части, то это помогает нам красочно объяснить урок. Если мы ставим тренажеры, то это помогает тренировать упражнения. Идем дальше. Ментальные карты. Что такое ментальные карты? Вот это, например, ИКТ для детей из ОВЗ. Тут мелко, но не важно. Вот таким образом можно расписать разные темы. Вначале всю, хотя бы по предмету годовую программу, а потом каждой теме, опять же, линии и расшифровки. И вот такие ментальные карты помогают быстрее находить информацию. Их можно в электронном виде делать. Можно на бумаге руками делать, но в электронном виде чем удобно. Здесь можно ставить опять плюсики и расширять информацию, ставить ссылочки на сайте. То есть это очень огромная возможность. Огромные возможности у нас появляются при работе с ментальными картами. Единственное, надо потренироваться. Потренироваться, поучиться. И тоже сами учителя могут создавать свои информационно-коммуникативные технологии. И есть еще интернет-ресурсы, которые позволяют не одному человеку писать их, а дополнять. То есть вы пишете, а потом каждый ребенок может дополнять какие-то темы. Вот это очень интересная версия, которая позволяет еще и коммуницировать. Посмотрим, как можно выбрать информационно-коммуникативные технологии для работы с детьми. Во-первых, надо определить проблему здоровья ученика. Вы смотрите, какие проблемы есть у детей в вашем классе. Дальше эту проблему надо изучить. Надо изучить особенности. Потому что взять то, что мы предполагаем, это одно, но есть тонкости, которые все-таки надо изучить, узнать. Возможно, это поговорить с родителем. Школьный психолог. Или просто в интернете забить этот диагноз и посмотреть особенности обучения ребенка вот с такой проблемой. И можно понять. Например, сложно работать с детьми с ОВЗ. Сложно работать с детьми гиперактивными. Но это сложно, пока вы не знаете как. Но как только вы изучаете и понимаете, как с ними работать, то работать становится уже легко и понятно. Дальше. Подобрать несколько видов. Не останавливайтесь на одном. Вот попробовали одно, не получилось. Нет, это не получается. А почему? Потому что был только один пример. Попробуйте несколько. И на что мы смотрим? Обращаем внимание на содержание, на доступность и на удобство. Насколько это удобно вам в работе. И после этого, что мы делаем? Мы вспоминаем, что сегодня у нас речь идет не просто об информационных технологиях, но еще и коммуникативных технологий. Поэтому я сейчас опять открою экран, и мы посмотрим вот такую площадку, как Google Диск, Google Драйв. Google Драйв очень интересная проблема. Здесь можно создать. Открываем кнопку создать. Количество документов. Сейчас открывается. Можно открывать различные документы, и они позволяют эти документы работать в них в открытом режиме. Так, какие? Это Google Документы, обычные документы, таблицы, презентации, формы, рисунки, карты, сайты, разные вещи. Самое интересное, например, мы можем создать таблицу и дать каждому ребенку определенные задания на определенную дату. Как только он выполнил свою работу, он сюда вставляет. Вот у нас открылся, скажем, документ. Вот задание, задание и дата. Выбираем, ой, и задание, дата. Ну, к примеру, сегодня у нас 24-е, пишем 25-е, 26-е, 27-е. Здесь пишем даты, 27-е. Возьмем задание у нас, например, наблюдать за температурой, за погодой. Да, температура, кто-то измеряет температуру, кто-то записывает количество осадков, когда были осадки. Ну, я предлагаю природоведение. Абсолютно неважно, какой это предмет. Вы можете выбрать. И дальше. Каждый ребенок может вот здесь. Здесь. Заходя, видите, здесь есть настройка доступа. Зеленая кнопка наверху. Пока доступна только мне. Я могу сделать... Ой, да, требуется название. Вначале пишем название документа, название таблицы. Как назвать? Наблюдение. Наблюдение за погодой. Наблюдение. Да, потому что один человек, много наблюдений. Сохранить. Дальше. Настройки доступа. Или вводим имена участников и с их электронными почтами, которые могут зайти. Или делаем ссылку. Копировать ссылку общего доступа. Так, вот. Появилась ссылка. Эту ссылку вы можете копировать и отдать детям. Тогда дети, заходя сюда, смотрите, есть еще следующее. Просматривать могут все. И нажимаем галочку. Открывается. Редактировать. Комментировать. Мы можем включить и редактировать. Тогда каждый ребенок сюда может вставить свои данные. И мы что учим детям? Командной работе. Коммуникациям. Как они могут зайти сюда, вместе поставить, вместе заполнить и вместе посмотреть, что же в итоге получилось. Таким образом, даже когда карантин. И дети не ходят в школу. В школу вы можете наблюдать за их работой. И это нам помогает такая технология, как Google Drive. Могут быть таблицы. Могут быть презентации, когда дети сделали и выставили. Коммуникативные возможности нам дают вот все это сделать. Друзья, коллеги, у меня к вам вопросы. Напишите, а у вас, вы в работе, какие технологии используете? Вот это первый вопрос. Какие технологии, сайты, которые вам попадались? Чем пользуетесь? Google формы, Михаил Владиславович. Очень хорошо. Интересно, а кто-нибудь из YouTube? Любовь выставляет какие-нибудь фильмы, отрывки для показа? Например, для литературы очень полезны. Для чего? Ведь многие литературные произведения, на многие литературные произведения ставились фильмы. Не обязательно смотреть весь фильм, но какой-нибудь маленький отрывок в различных постановках, причем шедевры делались, на шедеврах классики ставились много фильмов. И показать, как по-разному может быть прочитана одна и та же ситуация, дает очень большую пользу детям. Самая главная польза, знаете, в чем заключается, по-моему? Дети очень часто ссорятся, они конфликтуют, конфликтуют только потому, что им кажется, их мнение единственное, что правда одна, другой не может быть. Если есть другое мнение, то это неправда. А как только дети начинают смотреть, видеть, что разные люди по-разному смотрят, по-разному видят, они начинают меньше ссориться. То есть в этом плане коммуникация сразу же возрастает, когда мы начинаем многогранно смотреть на окружающий мир. Так, я читаю. Благодарю, рада, что вам интересно. Выставляем обязательно, детям очень нравится. Да, разные фильмы. В школе открыт, доступ к ютубу закрыт, только если скачивай с дома. Ну, хотя бы таким образом, да, потому что выскакивают всякие не очень полезные вещи, но тоже на флешку можно заранее подготовить, только дома. Интересно. Мультфильмы о музыке. Да, великолепные есть мультфильмы о музыке, которые можно посмотреть. По литературному чтению, используя видеоматериалы из ютуба, музыкальное произведение, рассказы стихов. Смотрите, мы видим интерактивная доска заданий. То, что мы увидели здесь, на самом деле это используется вообще для общего образования. А скажите вам, например, вам, что из этого, что я рассказала, вам поможет использовать именно с детьми с ограниченными возможностями здоровья? Для меня, например, очень ценно то, что ютуб позволяет замедлить. И многие вещи, можно даже ссылки давать детям, чтобы они дома смотрели. Потому что иногда им скучно дома открыть учебник, но посмотреть в интернете этот урок тоже интересно. Вот способы работы ютуба, да, именно с замедлением, именно субтитры, которые позволяют, причем это субтитры автоматические, есть которые профессионально написаны, это одно дело, автоматические субтитры позволяют прочитать детям, которые плохо слышат. Они видят картинку, они видят, как движется картинка и читают. Вот просмотр записи в ускоренном режиме очень сильная фишка. А для взрослых это, кстати, очень сильная фишка, потому что помогает и ускорить время, сэкономить. Дальше, способствовать скорочтению, потому что люди, которые занимаются скорочтением, то они еще больше ускоряют, еще и визуальную картинку. Тогда, когда мы в ускоренном виде смотрим, она чем помогает? Мы перестаем отвлекаться, и информация более плотная и более глубоко заходит в наше подсознание. И вот Google Drive, который я хотела показать. Ну, я уже показала вам различные инструменты Google Drive, которые позволяют именно смотреть, давать совместный доступ к документам. Ну что ж, друзья, на этом я сегодня заканчиваю свою часть. Передаю слово Павлу Юрьевичу. Вопросов у вас, как я вижу, никаких не возникло. Но, надеюсь, тема была для вас интересна. Минутку. Хорошо, ждем, Павел Юрьевич. Так, встанавливаем трансляцию. А скажите еще, пожалуйста, какие дети с ОВЗ у вас в классах встречаются? Как часто вы сталкиваетесь с больными детьми? Аутист с речевой... Ага. Опорно-двигательный аппарат. Вот опорно-двигательные аппараты, они хорошо понимают, все нормально, но и часто болеют и сложно приходят в школу. О, так, очень интересно, но только для домашнего обучения. Вы думаете, только для домашнего обучения, для работы в классе или для дома... Объясню, 6 уроков по каждому домашка. Если ОВЗ, то ЛФК обязательно и КТ времени не остается. Смотрите, ведь домашнее задание дети всегда делают, так или иначе. И они считают тексты, просматривают. И какие-то вещи можно совместить, работая с детьми, с интеллектуальными нарушениями. Это тоже очень умственная осталась. Довольно сложная проблема. Да, Павел Юрьевич, подключайтесь. Довольно сложная проблема. И здесь, конечно же, надо глубоко изучить проблему здоровья этих детей, именно специфику работы именно по этому диагнозу, потому что совершенно другой подход. Итак, Павел Юрьевич. Ну что ж, друзья, давайте поблагодарим Айкуш за замечательный вебинар. Я с удовольствием прослушал. Много из этого я сам использую. Правда, сам я преподаю больше взрослым, но инструменты, они в основном дублируются, повторяются. Все это очень интересно. Екатерина Александровна, если нет сертификата, подождите немножко. Дело в том, что в момент объявления мной о том, что вы можете заказать сертификат, как правило, много людей сразу приходит на сервис. Поэтому может где-то 5-минутная задержка быть. Через 5 минут обязательно сертификат будет. Если вы не можете себя просто найти, напишите мне тогда. Вообще-то, если вы зашли только-только после того, как я напечатал, что я выдал сертификат, то такое может быть. Но если вы с самого начала на вебинаре, такого быть не должно. Если вы оплатили, но сертификата пока нет, вот подождите, минут через 5 обязательно будет. Если будут проблемы, можете прямо писать мне. Сейчас я напишу свою почту. Вообще-то, сервис выдачи сертификатов у нас работает очень хорошо. Если бывают какие-то сбои, мы оперативно решаем этот вопрос. Ну, вообще-то, вот у нас тысячи сертификатов выдаются и единицы каких-то неприятностей. Так, пользовательское соглашение. Это вы про курс или про что вы сейчас спрашиваете? Татьяна Николаевна, уточните, пожалуйста. Пока вы пишете, давайте я вам покажу, кто не знает, где скачать презентацию. Давайте еще раз покажу. Всегда показываю. И сейчас покажу снова. Вот посмотрите, вот сюда примерно у вас там ряд кнопок в правом верхнем углу. Одна из кнопок серая папка такая. Нажимая на нее, вы увидите, что справа откроется окошко под названием «Ресурсы». В этом окошке есть строка с названием сегодняшней презентации. И она содержит зеленую кнопку слева от названия. Вот нажимая на эту зеленую кнопку, обязательно на эту зеленую кнопку, а не на название файла, вы сможете скачать презентацию, если вы сейчас находитесь на большом компьютере, а не на гаджете. На гаджете, насколько я понимаю, такой возможности нет. Тогда вам надо будет это сделать с большого компьютера, либо обратиться непосредственно к нашему сегодняшнему спикеру, и она вам пришлет. Татьяна Николаевна, еще раз, пожалуйста, расскажите, вы сейчас в каком месте находитесь? Вы получаете сертификат или вы пошли смотреть курс? Так, вот я хотел бы дать информацию для Ларисы Леонидовны по поводу ее сертификата. Вот ваш сертификат, вы можете оплатить и получить вот здесь. Пошла по ссылке «Получение сертификата». Так, и дальше, что дальше, что вам там непонятно. Давайте посмотрим. Там вы должны ввести свой e-mail или свою фамилию. Вы получите список всех сертификатов, которые вам доступны, то есть по тем вебинарам, которые вы получили. После этого вы выбираете конкретный вебинар, сегодняшний, и появляется кнопка «Оплатить». После оплаты снова находите себя в списке сертификатов, и кнопка «Оплатить» превращается в кнопку «Скачать». 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 «Оплатить» превращается в кнопку «Скачать».